Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Продолжаем наш утренний эфир на канале Россия-1. И сегодня в нашей программе мы расскажем о том, как можно поступить в институт или в любой другой вуз, если не набрал достаточное количество баллов на ЕГЭ. А также о том, как можно с пользой и интересно провести предстоящие выходные. Но об этом сразу после прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 12-17, в горах до плюс 11, а днем 28-33 градусов тепла и местами до плюс 25. В Черкесске без существенных осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 15-17, а днем 30-32 градусов тепла. Лето в самом разгаре. Кто-то уезжает на море, чтобы спрятаться от наступившей жары. Кто-то едет в горы и правильно делает, потому что лучше гор могут быть только что? Только горы. И только родителям, чьи дети в этом году окончили школу и определяются с выбором будущей профессии не до отдыха. Это хорошо, если ребенок успешно сдал ЕГЭ и набрал нужное количество баллов. Бюджетное место в УЗИ ему обеспечено. А вот что делать тем, кому этих баллов не хватило? Остается только учиться на коммерческой основе. Но не всем это по карманам, потому что обучение очень дорогое. И вот тут-то на помощь приходит образовательный кредит. Что это такое, мы попросили рассказать нашего гостя, который с удовольствием представляем. Это начальник управления прямых продаж Карачаево-Черкесского филиала Сбербанка России Жанна Гурмикова. Жанна, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Итак, вам такой вопрос. Что это за образовательный кредит? Кому он выдается и на каких условиях? Образовательный кредит – это целевой кредит, прежде всего. Что характеризует его? Это длительный льготный период и самая низкая процентная ставка. Образовательным кредитом от Сбера воспользовались на сегодняшний день более 100 тысяч человек по стране. И Сбер является одним из основных участников данной программы. Программа образовательного кредита с господдержкой. Вы сказали, что это господдержка. Обеспечивается и маленький процент. А что за процент? Можно рассказать чуть поподробнее? Образовательный кредит предоставляется под 3% годовых детям с 14 до 18 лет. С согласия родителей. Здесь необходимо, что у нас это регистрация временная или постоянная в России. Паспорт заемщика и оформление данного кредита осуществляется либо на весь период обучения ребенка, либо по семестрам, или по полугодиям, либо за год. То есть если я хочу поступить на коммерческое отделение, так вот сложилось, и мне есть от 14 до 18 лет, мои родители согласны, мы приходим в Сбербанк, оформляем кредит по 3% годовых. Да, совершенно верно. Какую сумму может рассчитывать семья? Сумма рассчитывается, исходя из договора и счета на оплату, который предоставляет вуз заемщику, то есть студенту. То есть сумма одабривается на весь срок обучения, ровно та сумма, которая необходима для полного обучения. Также это обучение может быть не только первое образование, высшее или среднее в лицензированных вузах России, но это может быть и аспирантура, это может быть бакалавриат, это может быть магистратура, а также получение второго высшего образования. То есть мы рассчитываем сумму, берем по 3% годовых. И теперь расскажите, как мы платим каждый месяц? Вот наша семья решила взять кредит. Каждый месяц какие-то выплаты? Выплата совершенно минимальная, она сопоставима со стоимостью чашки кофе на сегодняшний день. Все зависит от полной стоимости образования. Если образование стоит 100 тысяч рублей, в месяц платеж выходит порядка 157 рублей. Если, соответственно, больше, то больше. Сумма совершенно незначительная. Условия такие. На протяжении обучения студент оплачивает минимальную сумму ежемесячно. Далее, после окончания обучения еще дается 9 месяцев, чтобы студент нашел работу. После истечения 9 месяцев дается еще 15 лет для погашения данного кредита. Потом дается 9 месяцев, когда ребенок устраивается на работу. И только потом он начинает выплачивать долг. И вот скажите, Жанна, очень хорошее условие, конечно, а тут не обошлось ли без подводных камней. Если я устроюсь на хорошую работу и получаю достаточно хорошую зарплату, могу ли я досрочно не на 15 лет растягивать кредит, а погасить его досрочно? Имею ли такое право? Конечно, Ольга, имеете такое право. Вы можете погасить его сразу, можете погасить в первый год работы, можете погасить 15 лет и досрочное погашение абсолютно без комиссий. Без комиссий. Вот это очень важно. Но я думаю, что если у нас в России воспользовались 100 тысяч населения, я думаю, что нашим жителям это тоже достаточно хороший выход, я считаю. Условия хорошие. Да, в нашей республике уже очень много студентов, семей воспользовались данным видом кредита, и все очень довольны. Ну что ж, Жанна, спасибо вам за интересную беседу, за очень нужную полезную информацию. Спасибо вам. Ну а мы продолжаем нашу программу. И прежде чем рассказать вам о том, как можно интересно, используя, провести предстоящие выходные, предлагаю вам, друзья, посмотреть небольшой сюжет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как вы уже догадались, друзья, речь идет об абазинских играх. И сегодня у нас в гостях в нашей студии Георгий Константинович Чекалов, начальник информационного отдела общественной организации «Алашара», который и проводит абазинские игры. Георгий Константинович, здравствуйте. Добрый день. Я знаю, что вы очень заняты, идет подготовка, потому что в эти выходные состоятся восьмые, по-моему, да, абазинские игры? В прошлом году они проходили в Апсуа. И вот как пройдут... В прошлом году игры проходили в Кубине. В Кубине, прошу прощения. Вот расскажите, пожалуйста, как будут проходить предстоящие абазинские игры, потому что там, по-моему, достаточно обширная программа, и они будут проходить не так, как предыдущие, да? Да, у нас проходят не только абазинские игры. Абазинские игры – это одна часть фестиваля, культурно-спортивного фестиваля «Абаза», который включает еще День культуры народа «Абаза». Это традиционно у нас каждый год проводится фестиваль, состоящий из двух частей. Но в этом году у нас более обширная программа. Я бы в первую очередь рассказал о форуме коренных малочисленных народов России, который пройдет в эти же дни. Дело в том, что офису «Алашары» в Черкесске в этом году исполнилось 10 лет. И вот когда мы размышляли о том, как бы отметить эту дату, президент нашей организации Муса Хабалевич Экзеков сказал, а давайте, говорит, соберем людей, представителей других народов, представителей государственных структур, общественных организаций, научную общественность, расскажем им о том, что мы сделали за эти 10 лет. И послушаем их оценку. Пусть они оценят эту работу. И если наш опыт для кого-то будет полезен, для других народов, они могут использовать модель «Алашары» для того, чтобы способствовать, содействовать развитию своих этносов, своих народов. Вот так возникла идея проведения такого форума. И этот форум пройдет, открытие форума пройдет в субботу в филармонии в 10 часов. До обеда там пройдут вот эти официальные мероприятия. После обеда гостей повезут на игры «Народа Абаза», которые в этом году проходят в ПСЖ. Киоргий Константинович, ну а кто приедет? Малочисленных народов в России много, и что, даже из севера приедут? Да, будут у нас представители и северных народов, народов Дальнего Востока, Сибири, Кавказа, Поволжи, Ленинградской области, Тунгусы, Удины, Вепы, Шапсуги, другие народы. Будут у нас гости высокие. Михалева Евгения Абрамовна, это сопредседатель Ассамблеи народов России. Мы часто принимаем участие в мероприятиях, проводимых этой организацией. И именно там мы знакомимся с представителями других народов, которые теперь к нам приедут на наш форум. Сенатор, член Совета Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, Галушина, Рима. Потом у нас будут три депутата Государственной Думы. Большая делегация из Абхазии, как обычно, которая участвует и в абазинских играх, и в форуме, в Дне культуры. Помимо спортивной команды, там будут государственные деятели, представители научной общественности. Естественно, наши будут и руководства республики, депутаты парламента, члены правительства, наши общественные организации, национальные представители научной общественности. То есть это будет форум таких, где-то и научное направление будет иметь, и общественное направление, и государственное направление. Как-то будут обсуждаться задачи, проблемы, и чтобы от этого была и практическая польза какая-то. Наверное, надо отметить, что вот эта идея форума нашла полную поддержку руководства республики. Рашид Бориспевич Тимрезов поддержал эту идею, и по его поручению правительство оказывает нам большую помощь, поддержку в организации и форума, и самого фестиваля тоже. Ну, хорошо. Я думаю, что это будет очень интересно, потому что у нас никогда не было такой организации, такого представительства малых народов. Я думаю, что им в Карачево-Черкесии понравится. А вот скажите, как дальше будет проходить форум? Ну, вот я сказал, что в субботу это будет официальное открытие, а в воскресенье с утра будет работа, пленарное заседание на форуме и работа по секциям. Там будут три секции. Секция языковая, секция по культуре и секция практика сохранения и развития народа на примере организации Алашара. Там будет живое общение, будет короткая презентация того, что мы делаем, и живая беседа, обмена мнений о том, как вот этот опыт можно применить в других регионах. Так они что, не увидят тогда выходят абазинские игры сами? Почему? Нет, подождите. В субботу после открытия, открытие будет до обеда, после обеда они едут на абазинские игры, видят абазинские игры. В воскресенье утром с утра они работают в секциях, а после обеда идут на День культуры народа Абаза. Ага, День культуры, это где у нас будет проходить? День культуры народа Абаза у нас проходит традиционно в парке культуры Водохозеленый остров. Спасибо администрации города, мэрии, они нам всегда предоставляют эту площадку, и саму территорию Зеленого острова, и амфитеатр. И у нас там, ну как всегда, будут выставки, и умельцев изобразительного, декоративно-прикладного искусства. Ну и самая популярная выставка у нас это национальная кухня. Желающих будет хоть отбавляй. Я думаю, да, потому что там всегда отдыхающие на Зеленом острове, это как раз воскресный день. Тем более погода сейчас такая, что очень много людей отдыхают в парке. Я думаю, что гостей этого праздника будет много. Ну а вечером в амфитеатре пройдет традиционный концерт. Традиционный концерт, а кто будет принимать участие? В основном это будут абазинские, абхазские артисты, и будут представители артисты государственной филармонии. Ну я думаю, это будет, конечно, очень интересным. Хороший у нас артист, ничего не скажешь. Георгий Константинович, ну мы с вами поговорили о форуме, о фестивале, о закрытии. А где же абазинские игры сами? Абазинские игры, как я сказал, в этом году пройдут в ПСЖ. В прошлом году Кубина передала им традиционную халву-шапку, вот эту нашу, чтобы они приняли в этом году. И они приняли эстафету и очень, я скажу, мощно готовятся к этому спортивному празднику. Я скажу так, в прошлом году в Кубине у нас самые массовые игры были, помимо участников и гостей. Ну там больше, около 4 тысяч человек находилось на этих играх, присутствовало на этих играх. В этом году в ПСЖ, я думаю, цифра будет... Побольше. Двое больше может быть. А помесятся? ПСЖ и сам по себе аул большой, я думаю, тут и близость города, и гостей будет очень много. Да, вот насчет поместиться. ПСЖ сказали, нам нужна большая территория, большая территория у них вот это в пойме реки Кубани, там футбольное поле еще со старых времен, очень хорошее поле, но там не было никакой инфраструктуры. И спуск туда, дорога была не очень хорошая, мягко говоря, ни света, ничего. ПСЖ сказали, мы все сделаем. И они создали свой оргкомитет, они создали фонд, и там очень солидную сумму и в денежном виде они собрали, и кто-то просто какими-то работами участвует в этом. Они провели электричество, выровняли все, дорогу отремонтировали, подготовили все площадки. Сейчас еще идут последние штрихи, но там практически все готово уже. Ну что ж, малышцы ПСЖ, да? Креативные люди, креативные. Георгий Константинович, ну чуть-чуть поподробнее расскажите вот про сами игры. Сколько будет номинаций, какие виды спорта? Опять-таки традиционно у нас там 11 видов спорта и 16 комплектов наград. Потому что в некоторых видах спорта идут категории весовые, там мужчины, женщины. Есть командные виды спорта, такие как футбол, волейбол, есть легкоатлетические прыжки и бег. Есть стрельба из лука, стрельба из пневматической винтовки, лазание на столб, толкание камня, перетягивание каната, армрестлинг. ПСЖ еще ни разу не выигрывали. Обычно у нас было так, победитель предыдущих игр принимает следующие игры. Но после того, как у нас два раза подряд выигрывал Инвичуку, но потом два раза подряд Эльбурган решили подключить другие улы. В прошлом году Кубина приняла и заняла первое место команды, в общекомандном зачете. В этом году Сыжане, я думаю, тоже постараются в родных стенах Пальму Керенса себе забрать, главный Кубок Абадинских игр оставить у себя на год хотя бы. Я скажу, что Сыжане в последние годы вообще очень мощную команду выставляют. Там такие гранды, я скажу, мирового спорта, как Ислам Ниров, как Рамет Гукев выступают за эту команду. Но у нас, я вообще хочу сказать, что спортсмены такого уровня считают важным и нужным принимать участие в играх народа Абаза. Ну, спасибо им. И это поднимает престиж игр. Конечно. Я думаю, им это делает большую честь. Конечно. Спасибо нашим знаменитым спортсменам, что они болеют за родной народ. Георгий Константинович, а вот представители других малых народов, которые приедут. Вот они не заявляли о себе. И вот пришли, например, к вам гости. Вот Ольга Васильевна захотела и приехала. А мы можем принять участие в соревнованиях? Или это только Абазины могут принимать? Ну, в соревнованиях принимают участие, да, Абазинские аулы. Принимают участие Абазинская команда, составленная из Абазин города Черкеска. Команды из Абхазии. Ну, московские Абазины сказали, что намерены участвовать хотя бы в отдельных видах спорта, если даже не выставят команды по всем видам. Ставропольская команда у нас в последние годы принимала всегда участие. В этом году они не заявлялись, но мы их ждем. Но вот так, чтобы любой желающий принял участие. Нет, там идет еще отбор в самих аулах, потому что команду их надо представить самыми сильными спортсменами. Ну, в общем, идет Ольга Васильевна не слона хлеба. Ну, как гостью ее встретить с удовольствием. Вот это хорошо. Я когда смотрела вот предыдущие Абазинские игры, настолько это ярко, торжественно. Просто прям сильно хочется принять участие каждый раз, когда я смотрю. Ну, я понимаю, что да, не Абазинка я, но что поделаешь. Вот. Ну, что хотела спросить. Вот в прошлом году 4 тысячи человек, в этом году 8 тысяч человек, да, вы ожидаете. Это все хорошо, зрелищно, масштабно, красиво, но целый день под палящим солнцем, если будет солнце, да, вот как сегодня, например. А люди приходят на целый день, состязаются. Ну, хорошо, если с собой принести бутербродики, там, водичку, там, чай бутербродик в термосе принесли. Я знаю, что вы гостей кормите. Не идут ли они, как Ольга Васильевна, не слона хлебавшая? Хватит на всех. Хватит на всех. Там и псыжане сами очень стараются, и, естественно, Алашара тоже учитывает, что людей надо кормить. То, что касается палящего солнца и всего прочего, там будут установлены большие шатры, большие и небольшие, разного размера шатры. Где-то можно будет укрыться в тени. Я скажу, что еще для зрителей там всегда у нас прорабатывается альтернативная программа. Зрители сами могут принять участие в каких-то соревнованиях, конкурсах. И будет работать детская площадка, там, батуты, все прочее. О, как хорошо. Дети могут развлечься, безопасность будет обеспечена, потому что псыжане предусмотрели, чтобы как-то от реки, от Кубани оградить, чтобы дети туда в воду не попадали. Там МЧС планирует, чтобы тоже с их стороны приняты меры для обеспечения безопасности в этом отношении. Ну что ж, большое спасибо вам. Вот просто очень хочется мне похвалить и вашу общественную организацию, и вашего товарища Экзекова огромную работу вы делаете. Вот просто огромную. Жалко иногда, что не абазином мы, но, наверное, поприсутствуем, посмотрим, как это все проходит. Я думаю, будет возможность у других народов перенять этот опыт после того, как пройдет этот форум. Мы приглашаем всех и на открытие форума, и на игры народа Абаза, и на День культуры народа Абаза. Будем рады всех видеть. Спасибо вам, удачи, всего доброго. Спасибо вам за приглашение, до свидания. Спасибо.